Назвали эфир «План победы президента Зеленского и ситуация на фронте». Ну, мы как бы продолжаем обсуждать все, что связано с визитом президента Украины Зеленского в Соединенные Штаты, встречи там и заявления, которые там звучат, но применительно к тому, а какая ситуация на фронте. Потому что, ну, разумеется, российская пропаганда пытается отыгрывать ситуацию, связанную с теми предложениями, которые звучат в контексте того, что ситуация ухудшается, что, значит, на отдельных участках, будь то в Курской области и в других местах, имеются успехи. Причем мы до конца не можем сказать, какие, если бы они были слишком ощутимые, наверное, как-то по-другому это звучало, но, тем не менее, для того, чтобы либо опровергнуть, либо подтвердить это все, мы и решили этот эфир провести с Юрием Генчим. А 4 тысячи уже прямо сейчас у нас в эфире находятся. Просьба большая, как обычно, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, поставьте лайки, уже 1500 их было поставлено, уже больше. Ну и, конечно, подпишитесь на канал Феген Лайф, если вы еще не подписаны, подпишитесь, если были подписаны, проверьте вашу подписку, на месте ли она, то и дело люди жалуются о том, что она слетает, и ставьте колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых эфирах, тоже не примените воспользоваться возможностью это сделать. Ну что же, а мы тогда приступим. Я думаю, вот так начать, Юрий Евгеньевич, в целом ситуацию охарактеризовать на фронте, насколько она изменилась, ну, с нашего последнего эфира, это почти там 10 или больше дней назад, потому что нас интересует и Курске направление, мы начали обсуждать попытки России деоккупировать часть районов, часть населенных пунктов в Курской области, что происходит на направлении на Угледар, о чем много сейчас говорится, ну и, соответственно, в Диевском направлении на Донечении, где, значит, как обстоит обстановка там с Покровским, который российская сторона называет Красноармейским, ну и так далее. Слово вам, Юрий Евгеньевич. Если говорить о том, как изменилась ситуация, ну, за последние дни, 10-2 недели, с момента нашей прошлой встречи, нашей прошлой беседы, я бы сказал, что тенденции, которые тогда уже были сформированы, тогда уже были понятны и ясны, они, в общем, не изменились. Ситуация выглядит примерно следующим образом. На отдельных участках фронта, на тех или иных, ну, конкретно Курская область, зона Часово-Яра, Торецка или Торецка, там ситуация, в общем, стабильная. Стабильная в том смысле, что каких-то серьезных изменений линии фронта не происходит. На других участках фронта изменения происходят и изменения, ну, давайте говорить честно, изменения не в пользу Украины, а скорее в пользу России. Но мы потом попробуем оценить, насколько эти изменения серьезны и опасны для Украины, и, соответственно, выигрышны для России. Ну, вот если, ну, ну, знаете, общие такие слова, они мало кому интересны, как я понимаю, нужно двигаться по конкретным участкам. Ну, и, ну, давайте начнем с Курской области. В Курской области, вот как складывается ситуация, ну, на сегодняшний день, и примерно так она сложилась где-то дней 10 тому назад. Значит, ну, вот голубое линии, голубое-голубое поле, которое закрашено голубым цветом, это зона контроля в СССР. Фиолетовый, фиолетовый вот этот участок, это та территория, которую российские войска смогли занять во время так называемого их, ну, если можно назвать контрнаступ, контрнаступление, которое началось где-то там тоже вот как раз дней 10 тому назад. Одновременно, уже через несколько дней после того, как русские начали наступать, началось еще одно наступление вооруженных сил Украины. С юга вошли вот в южную часть Глушковского района и двигали, значит, цели этого заняли определенную территорию, где-то в районе населенного пункта, ну, это маленькая деревушка, веселая, и двигаются, ну, замысел, как я понимаю, этого направления, этого движения, наступления вооруженных сил Украины на этом участке фронта, он по трем направлениям, значит, по тем направлениям, по двум направлениям Глушкова и Карреж, там находятся понтонные переправы или там, ну, время от времени, значит, русские их наводят, с тем, чтобы перебрасывать вот в эту южную часть Глушковского района боеприпасы и все прочее, подкрепления, и, значит, видимо, намечается движение в тыл наступающей группировки русских, которые, в свою очередь, наступают с запада на восток, пытаясь занять целый ряд населенных пунктов, ну, в первую очередь, деревню Любимовка, и, ну, не получается пока, и, может быть, не получится вообще. Значит, цель российских войск выйти на магистраль, ну, на шоссейную дорогу, магистралью это назвать нельзя, от Коренева на Суджу, и дальше, значит, эта магистраль может уходить, она раздваивается и может уходить на Сумы уже на территорию Украины. Вот так обстоят дела. И та, и другая сторона вовлечены в тяжелые, я бы сказал, вязкие бои, без особых успехов для той и для другой стороны. Естественно, российская пропаганда доказывает, особенно военные блогеры, такие отвязные совсем военные блогеры, значит, охотно публикуют разные сказки о том, как здорово воюет российская армия, но воюют непонятно как, успехов, повторяю, особых нет. В общем, сохраняется то, что можно назвать, ну, оперативным равновесием, если так можно выразиться. То есть и та, и другая сторона предпринимают активные очень попытки наступательных действий, но без особого успеха в последние дни. Вот это ситуация в Курской области. Но говорят о том, опять же, в российских пабликах военных появляется мысль о том, что Россия должна перебросить в Курскую область дополнительные силы. Ну, сейчас там находится порядка 40 тысяч человек российских войск. Дополнительные силы откуда? Значит, из Ленинградского военного округа, часть оттуда, часть, если там, правда, что-то еще осталось, потому что в основном все-таки все боеспособные части и соединения находятся в Украине, на оккупированных территориях Украины и, значит, пытаются свои задачи решать. Значит, откуда-то нужно снимать войска. Может быть, действительно наскребут какое-то количество частей соединений из Ленинградского военного округа, повторяю, там осталось немного, но и из других участков фронта, ну, скорее всего, из Запорожской области. Значит, это ситуация курская. Поедем, давайте двигаться на юг, на юг или на восток. Вот это ситуация в Купинском, значит, под Купинском. Здесь в последние недели, в прошлый раз мы об этом не говорили, но приходится говорить, к сожалению, приходится говорить, потому что последние несколько недель, ну, наверное, начиная с, примерно, со второй половины августа, русские войска продвинулись. Вот это направление движения русских войск, это вот та часть территории, она, в общем, очень небольшая по площади, закрашенная темно-серым цветом, который российские войска оккупировали вот за последние недели. Цель движения, цель наступления русских здесь очевидна совершенно, но она просто просматривается как на ладони. Это выход на побережье, ну, на берег Оскольдского водохранилища, и прежде всего в том его месте, где находится мост через, ну, там в самом начале, в самой северной точке этого водохранилища, в районе деревни Синьково, там есть мост через речку Оскол, и вот это вот начало водохранилища, через который идет дорога, шоссейная дорога из Купинска на Боровую и дальше на юг. Вот захват этого моста, ну, сугубо такая тактическая, казалось бы, операция, тем не менее, она довольно неприятна для вооруженных сил Украины, поскольку вот эта вот шоссейная дорога, которая здесь показана на карте, Купинск-Боровая и вниз на юг, это одна из магистралей, по которым проходит снабжение вооруженных сил Украины, тех группировок и групп вооруженных сил Украины, которые находятся вот между речкой Оскол и оккупированной территорией Луганской и Харьковской областей. Вот эта линия соприкосновения, она примерно, ну, естественно, очень примерно, но тем не менее, где-то совпадает с границей между Харьковской и Луганской областями Украины. Хотя, ну, естественно, совпадает там не во всем, а не во всем, в некоторых случаях уходит ту или другую сторону, но примерно совпадает. Значит, это важный участок фронта, но здесь, даже если русские войска выйдут на берег Оскольского водохранилища, вообще говоря, ничего, как мне кажется, никакой катастрофы для вооруженных сил Украины не будет. Ну и дальше у нас есть Чехтовьяр и Торецк. Торецк – это одно такое вот оперативный, такой оперативный участок, но там, я уже говорил о том, что там ситуация стабильная в том смысле, что упорные попытки русских занять Торецк и пройти более или менее глубоко в Часовьяр не получается, не получается. А вот наиболее динамичная обстановка складывается у нас на южном, на юго-западном фронте. Ну, прежде всего, на последние дни разговор идет о том, как обстоят дела под Углидаром. Обстоят дела, честно говоря, неважно, неважно, потому что вот в последние дни русским удалось пройти по двум направлениям, охватить Углидар с запада и востока. Значит, речь идет о том, что где-то неделю назад, может быть, чуть больше была занята деревня Водяное, это вот на севере вот этого участка, занятого русскими войсками, и чуть позже была занята деревня Пречистовка. И это, соответственно, позволило российским войскам форсировать речку Кашгалыч, по-моему, так она называется, Кашлагач, которая была рубежом обороны ВСУ, и, значит, пройти на север. В общем, Углидар находится в очень сложном положении, нужно об этом говорить прямо и честно. Вот после того, как российское командование убедилось в том, что лобовыми атаками Углидару взять невозможно, было принято решение, вообще говоря, решение, взятое из учебников оперативного искусства. Значит, если нельзя взять лобовой атакой, значит, нужно попытаться обойти, взять соответствующую группировку или некий населенный пункт, укрепленный район, взять кольцо. Ну вот и пытаются взять. Значит, и в целом я бы сказал так, что Углидар – это южная часть того, что можно назвать Покровско-Углидарской дугой. Вот есть и другая карта, на которой это возможные варианты этой дуги как-то так обозначены. Вот это ситуация на достаточно протяженном участке фронта от Гродовки, это вот самый северный участок этой вот оперативной ситуации, до Углидара. Здесь мы видим несколько направлений наступления русских. Это прямое наступление на Покровск, хотя она идет очень медленными темпами. Это к югу от этого направления, значит, возникает у русских. Опять-таки в полном соответствии с тем, как генералов российской армии учили в военных училищах и академиях, значит, вот создать некий мешок, он, в общем, уже намечается. Это мешок, который, северная часть которого примерно связана, значит, ну, можно назвать населенный пункт Гырник или Горняк, по-разному. И южная часть этого, этих клещей, вот туда, куда, значит, намереваются двигать южную часть, южную половинку клещей – это деревня Кураховка. Значит, вот такие клещи пытаются создать. Затем, я так понимаю, что следующей целью является Курахово. Это достаточно крупный поселок городского типа, как я понимаю. Это один из таких, ну, мест сосредоточения транспортных коммуникаций. Ну, в шоссейных, естественно, тут нет железнодорожных коммуникаций. Вот для, значит, в общем, понятно, как дальше будут развиваться события, ну, по крайней мере, с моей точки зрения, более или менее понятно. Значит, российское командование, видимо, хочет создать, вот занять, выйти на рубеж, ну, который ограничен линией Покровск-Угледар. Прямой линией или некой дугой, тут трудно сказать, и непонятно, что из этого получится. Вот такая ситуация, если говорить о том, как складываются дела на фронте, непосредственно на фронте, но сразу же возникает вопрос, а что это значит? Вот что это значит? Значит ли это, что Россия близка к победе над Украиной, военной победе? Ответ категорически нет. Нет, категорически нет. И вот почему. Ну, прежде всего, потому что темпы продвижения русских войск очень низкие. Вот если такими же темпами, в какими они двигаются в последний месяц, или там последние полтора месяца, значит, предположить, что они будут двигаться дальше, ну, соответственно, им понадобится несколько лет для того, чтобы, ну, скажем, я думаю, год-полтора для того, чтобы выйти на административные границы Донецкой области. Ну, а если уж говорить о более таких амбициозных замыслах, которые могут роиться в головах российских кремлевских обитателей, значит, выйти куда-то там в Днепру и так далее, ну, для этого потребуется несколько лет. А такого времени у России нет. Вот это нужно сказать совершенно ясно и определенно, такого времени у России нет. Но об этом мы можем поговорить чуть позже. И, естественно, потери, причем потери не только личного состава, живой силы, на которые русским, в общем, пока, пока наплевать. Оно неизвестно, как будет реагировать российское общество. На мой взгляд, оно будет реагировать безразлично, но бог его знает. Может быть, я излишне пессимистичен. Вот. Ну, а самое главное – потери техники. Ну, на этом я, пожалуй, сейчас остановлюсь. А дальше мы с вами можем двигаться по каким-то другим вопросам, по каким-то другим проблемам. Так. Так, пока еще покажем эту табличку, да? Ну, ладно. Пока не надо ее табличку. Пока не запомнили. Окей. А мы ее потом посмотрим. Потом посмотрим. Значит, нас уже 15,5 тысячи смотрят прямо сейчас. 4,5 тысячи поставили лайки. Еще раз просьба к тем, кто присоединяется. Так это обычно и бывает. Мы 20 минут в эфире. Не забывайте. Это ваша, как бы, святая обязанность. Священная, как раньше писали в Конституции, связанная с долгом воинской обязанности. Пожалуйста, ссылки разместить в своих аккаунтах, в социальных всех группах. Так, чтобы к нам как можно больше зрителей пришло на этот эфир посмотреть. Первый вопрос такой. Смотрите, Юрий Генчич. Вот это торопление, оно может быть связано помимо планов Москвы, как компенсаторно. По сравнению с Курском, значит, добиться успехов на частично востоке, частично юге. Угледарское и Покровское направления, сейчас Купинское направление, Крике, Осколу, там тоже можно в этом ключе воспринимать. Но может ли это быть связано с интенсификацией, с приближающейся зимой, когда, собственно, мы видели под всем 2,5 годам войны, ходу ее, что все-таки в конце осени, уже поздней, в начале зимы, ну, декабрь точно, боевые действия замирают. Чаще всего с наступающей стороны, ну, как бы условно замирают. То есть, интенсификация их снижается, потому что, ну, тяжелее воевать, холод, а до этого там дожди начинаются и так далее. Хотя вот в ноябре был, между прочим, в разных местах, в том числе и тех, которые сейчас обозначены, в некоторых городах из них был и так далее. Ну, на юге-то вообще тепло. Я вот в Херсоне был в ноябре, начало ноября, прям солнышко светило, мои кадры можете себе посмотреть. То есть, я был в Херсоне и так далее, на правом берегу, и по всей линии фронта было достаточно тепло. Вот такого холода, прям вот холода, как холода не было. Это было начало ноября. Можно ли считать, что это замрет к концу ноября, условно, начало декабря? Вот так. Климатический и такой вот фактор, связанный с сезонами, он влияет сейчас? Ну, опять-таки, конечно, вся история войны в Украине, русской агрессии в Украине, говорит о том, что, да, зимой воевать сложнее. По нескольким причинам. Во-первых, особенно на юге развозят почву, там бронетехника и артиллерия, прочее. Все тяжелые вооружения могут двигаться только по дорогам с твердым покрытием, это понятно. Значит, сокращается мобильность, сокращается... Ну, зеленые листочки, опять же, и не спрячься, особенно ведь. А когда двигаются только по дорогам, значит, такие группы войск, они, группы, ну, личного состава, там, я не знаю, колонны автомобилей и что-нибудь в таком духе, да, естественно, они являются гораздо более уязвимыми, особенно для ударов беспилотников. А по беспилотникам, известно, Украина находится, ну, серьезно впереди, впереди России. Есть много разных вариантов беспилотников, разных моделей, которые достаточно успешно применяются. И вот эта цифра, которую называют иногда в Киеве, миллион беспилотников, который должен быть произведен в этом году, эта цифра вполне реалистичная, как я понимаю. Да, действительно, можно произвести миллион беспилотников разных назначений, разных моделей, это тоже понятно, но это колоссальная цифра, потому что беспилотники очень хорошо компенсируют нехватку артиллерии, нехватку артиллерийских снарядов, это известно. Украина от этого страдает, но беспилотники в известной мере компенсируют, да. Интересно. Смотрите, Юрий Евгеньевич, тогда дальше. Вот возьмем Курск, на ваш взгляд, как вам это кажется, из анализа обстановки. Там ведь тоже, вы же слышали, из Генштаба звучали такие голоса, ну, через Z-канал, естественно, не публично, о том, что к середине октября они планируют все-таки выдавить. Это оптимистический был прогноз, даже они признавали, это оптимистический вариант развития событий. И в середине октября выдавить вооруженные силы Украины с территории Курской области. Вот потому, как складывается сейчас ситуация, до середины октября остается там 2-2,5 недели, условно. Это потому, что для нас политически имеет значение, поскольку, ну, если действительно в октябре бы вооруженные силы были выдавлены с территории Российской Федерации, ну, я имею в виду в Курской области, но это бы произвело эффекты на выборах американских и в других местах. Ну, сказали, ну, попытались там полтора месяца, два месяца отбыли на месте в август, сентябрь и там 2,5, и все-таки не удалось закрепиться. Вот при этой интенсивности боевых действий, при этой хронологии, да, там, неделя за неделей, какой шанс есть в октябре справиться с группировкой на территории Российской Федерации? Я думаю, что в середине октября, конечно, это невозможно. Ну, видите, вот это русское контрнаступление идет уже дней 10, да, то есть 2 недели. Ну, как всегда это бывает, знаете, вот неожиданность, неожиданное было начало этого наступления. Ну, да, смогли довольно быстро ударить в тыл вооруженным силам Украины, занять несколько деревень, ну, в общем, на картах это все хорошо видно, а дальше все застопорилось, а дальше все застопорилось. И если посмотреть на соотношение сил, ну, можно сказать следующее. Вот по оценкам российских специалистов, которые попадают к военным вот этим самым Z-блогерам, зловным, в общем, очень персонажам, но иногда они публикуют некие цифры, некоторые факты, которые имеет смысл как-то учитывать. Так вот, если говорить о соотношении сил, то картина такая. Значит, со стороны Украины задействована в этой операции, ну, непосредственно в Курской области, в прилегающих районах Сумской области, три десантно-штурмовых бригады, пять бригад механизированной пехоты, танковая бригада и три бригады территориальной обороны. Общей сложности это, ну, по моим подсчетам, это где-то 20-25 тысяч человек. А с той стороны 40 тысяч Россия? А с той стороны 40 тысяч, это, ну, это уже данные не российских блогеров, а это данные аналитиков из Украины, но тоже очень близких, как я понимаю, к военным, военным властям, к генеральному штабу или к министерству обороны, и которые публикуют, кстати говоря, публикуют достаточно такие реалистичные и далекие от шапки закидательства оценки того, что происходит на фронте. Так вот, там, значит, 40 тысяч. Ну, предполагается, возможно, могут довести до 50 тысяч. Ну, значит, в два раза больше. Ну, видите, здесь наступающий, ну, всегда должен иметь определенное преимущество по силам и средствам, это очевидно. Это совершенно закономерно и необходимо. Но, кроме того, здесь еще очень большую роль играет разведка, потому что нужно понимать, где противник хочет наступать, где, какую деревню или какой хутор он хочет взять, ну и, соответственно, значит, принять контрмеры, потому что в Курской области, вообще говоря, никакой линии соприкосновения нет. Вот те карты, которые мы рисуем, это крайне условные карты. Это карты контроля, ну, примерного, приблизительного контроля над территорией. А так что, значит, что контролирует та или другая сторона, ну, в зоне вооруженных столкновений? Контролируют деревни, ну, населенные пункты, если говорить этим бюрократическим языком, некоторые высоты, перекрестки дорог, возможно, ну, вот что-то такое... Окопы, окопы, как вам кажется, есть? С окопами там, ну, я думаю, что ВСУ, конечно, должны были бы озаботиться, я надеюсь, что это было сделано, ну, созданием оборонных сооружений, фортификаций где-то в районе Суджи, может быть, в районе там еще одного-двух наиболее важных, важных в стратегическом плане поселков. Суджи – это поселок городского типа, там небольшой городок, да? Да. Значит, там, конечно, нужно выстраивать более или менее серьезные фортификации, а рыть канавы, значит, и ставить эти надолбы, зубы дракона, мне кажется, что это совершенно ненужное дело в данном случае, потому что для того, чтобы насытить траншею, ну, допустим, хорошо выкупанную, вот эту линию окопов, насытить равномерно войсками, требуется гораздо больше сил и средств, чем это есть у той и другой стороны, замечу. Значит, поэтому вот картина войны очень специфичная, очень, она не напоминает картину, скажем, боев во Второй мировой войне или там, я уж не говорю про Первую мировую войну, ну, хотя часто говорят, да, вот позиционная война, позиционный тупик, все так, но картина-то другая, просто характер боевых действий другой. Значит, это такие… И там и численно, численно-то находилось-то, миллионы, миллионы. Ну, естественно, да. Вот, так что это вот, когда штурмовая группа выходит, противника выходит к тому или иному, к той или иной точке, значит, вот тут ее нужно увидеть, перехватить, попытаться ее нейтрализовать, уничтожить и так далее. Ну и наоборот. Вот так примерно идут боевые действия. Причем, ну, вокруг некоторых, конечно, населенных пунктов эти боевые действия идут достаточно длительное время, но, повторяю, это не значит, что есть такая стабильная линия вот этих окопов. Нет. Значит, я думаю, что к середине октября взять, значит, выдавить ВСУ из Курской области не получится. Ну, думаю, что так. В общем, нет для этого особых оснований. Еще имею в виду вот это самое наступление ВСУ в южном районе Глушков, в южной части Глушковского района, то есть попытка... Вы и говорили, что это очень соблазнительный район, потому что он отделен, помните, вы говорили, отделен рекой, и, так сказать, его... И как раз так и пошел ход событий с территории Украины, из нового участка в Сумской области, как раз на Глушково была попытка захода. Ну, они там закрепились в этом веселом. Но это действительно удары в тыл. И самое главное, что осложнена логистика к российским войскам, наступающим именно из-за реки, которая как бы отделяет, ну, какой-то создает такое отдельное территориальное пространство. То есть я правильно понимаю, вы поправьте? Правильно, абсолютно правильно. И пошел ход событий. Вот именно так и поступило украинское руководство ВСУ. Правильно? Да, именно так все и происходит. Причем нужно иметь в виду, что ключевыми являются понтонные переправы, а их нельзя поставить в любой точке, вот где вы хотите там. Требуются определенные условия, достаточно пологие берега, с той и с другой стороны, ну, берега реки, естественно. Причем не заболоченные. Нужно, чтобы техника имела возможность подъехать к этой понтонной переправе. Значит, никаких обрывов там не должно быть, болот тоже не должно быть. Ну, вот тут не так много этих мест. Обычно в этих местах ставили мосты, ну, исторически так вот они стояли, да? Значит, такой мост был в Караже, по-моему, в Званном, в Глушково. Вот три моста стационарных, которые уничтожены. Но теперь на их месте пытаются ставить понтонные переправы, но про них мы тоже уже говорили, эта штука достаточно уязвимая. Да, весьма любопытно. Почти 20 тысяч человек прямо сейчас нас смотрят, и 6,5 тысяч поставили свои лайки. Мы 33,5 минуты в эфире. Просьба к нашим зрителям, пожалуйста, проверьте свою подписку. Если не подписаны, подпишитесь на канал Фегин Лайв. Подпишитесь. Это очень важно для работы канала. Смотрите, Юрий Геевич, тогда давайте перейдем к обсуждению, а что есть суть план, который привез Зеленский, план Победы привез Зеленский в Соединенные Штаты для его презентации, обнародования. Ну, понятно, что там никаких эвристических там мы не найдем пунктов. И так все ясно, и так много раз обсуждено. Но я бы хотел сначала план обсудить, а потом в контексте, собственно, как план этот и вообще стратегия, которой держится украинское руководство в лице президента Зеленского, вообще всего военно-политического руководства, может реализоваться с учетом вот такой обстановки военной. Я почему об этом говорю? Потому что Зеленский сделал заявление, отвечая на вопрос, по-моему, что мир гораздо ближе, чем кажется, что до конца года вообще шанс есть. Я считаю, что это все-таки дипломатическая такая публичная игра, больше для того, чтобы стимулировать некое ожидание, такое вдохновенное ожидание со стороны союзников, ну что там, как у вас. Что вот нужны вот такие действия, и мы вот увидим в бинокле уже очень близко возможность выхода на уровень переговоров под давлением, который будем оказывать на российскую сторону и на фронте, и политическое. Но тем не менее, все равно. Вот как вам кажется, насколько реалистично, по той обстановке, которая есть, именно подобного рода инициативы, которые звучат в Нью-Йорке, ну, на встречах, и насколько они, ну, принимаются, американской стороной, потому что в основном звучит так, что все отложено до выборов в начале ноября. Может быть, все-таки есть шанс какой-то, допустим, что все-таки разрешат удары вглубь территории России, это явно помогло на Курском направлении уж точно. Если на 300 кг начать лупить, то это, ну, какие-то проблемы все-таки группировки-то создаст по обеспечению ее, есть атаком, с теми же, да, группировки, которые наступают этой 40-тысячной в Курской области. Вы знаете, я всегда с некоторым таким скепсисом воспринимаю заявления политиков, которые говорят, что вот война кончится там раньше, чем мы ожидаем, кончится очень быстро, очень скоро и так далее. Знаете, вспоминается высказывание Джорджа Оруэлла, известного вот автора таких антиутопий, самый быстрый путь прекращения войны – это проиграть ее. Но я так понимаю, что проигрывать войну никто в Киеве не собирается. Да и, в общем, оснований для этого нет, потому что проигрыш войны – это разгром вооруженных сил. Но куда бы ни продвинулись русские войска, там, к Покровску, к Краматорску, куда еще, но это же не значит, что вооруженные силы Украины будут разгромны. Нет, они будут иметь возможность продолжать войну, а это, собственно, и есть отсутствие поражения, возможность продолжения проведения боевых действий, продолжения боевых действий. Поэтому это первое замечание. Второе замечание, вы знаете, когда опять-таки вот встречаешь такие названия, как «Формула мира», «План Победы», часто вспоминается советское время, когда, ну, особенно это любил Горбачев, вот «Советский план разоружения», «Совет программа», «Мирная программа Советского Союза» и так далее, и тому подобное. Громкие названия, красивые названия, но когда речь идет о плане, вот план, а не просто соображение, в бюрократическом языке, кстати, есть серьезные различия между документом под названием «Соображение» и документом под названием «План». План – это «Тогда и если», «Когда и если» написано к такому-то сроку осуществить следующее мероприятие и отвечает за это, значит, некто конкретно указанное. Ну, например, 10 ноября или к 7 ноября 2024 года вооруженные силы Украины выйдут на рубеж реки там какой-то, да, или возьмут, значит, деревню такую-то. Вот это план. А то, что тот документ, ну, правда, мы не знаем, какой документ конкретно привез президент Украины в Соединенные Штаты, но мы можем оперировать только тезисами из утечек. А эти утечки сводятся примерно к следующему. Значит, сохранение под контролем вооруженных сил Украины определенной территории Курской области, части территории Курской области, раз. Второе – это гарантия безопасности Украины или Украины со стороны западных держав, западных государств аналогичных тем соглашениям и тем обязательствам, которые берут на себя государства, вступая в члены Североатлантического альянса, ну, в стечею НАТО. Потом предоставление Украине современного вооружения, предоставление экономической помощи, давление, дипломатическое давление на Россию. Ну, не помню, что еще. Значит, можно назвать это планом? Нет, я бы это планом не назвал, честно говоря, потому что ни один из этих пунктов, ну, за исключением контроля над частью территории Курской области, не зависит от Киева, не зависит от руководства Украины. Да, можно обращаться в очередной раз с просьбой, с требованием, с, там, не знаю, как назвать, примите нас в НАТО или дайте, но это, по сути дела, аналогичный, дайте нам гарантии адекватные, аналогичные тому, что дают членам НАТО. Ну, правда, здесь есть определенная разница, потому что для вступления в НАТО, формального вступления в НАТО, требуется консенсус всех его членов или ее членов НАТО, это все-таки женский род. Но такого консенсуса, видимо, добиться не удастся в обозримое время, поэтому в Киеве, в общем, логично поразмышляли и решили, что, ну, зачем же нам от всего НАТО получать гарантии, если это не перспективно, пусть ряд членов НАТО даст такие гарантии. Вопрос. А готовы ли Соединенные Штаты, Германия, Великобритания, Франция дать такие гарантии? Гарантии вступления в войну, особенно воюющему государству? То есть, значит, это, с моей точки зрения, это, в общем, ну, довольно сомнительно. Сомнительно, к сожалению, да? Ну и так далее. Что касается, значит, ударов по всей территории России на полную дальность вооружений, которые могут быть, а это не только Шторм Шэдоу и Атакмусы, но и, возможно, значит, ракеты, ну, боеприпасы воздушного запуска J-DAM. Это что-то вроде планирующих бомб. Это же американские, американские. Американские, да. J-DAM Extended Range. Они называются довольно дальнобойные. А на сколько они летают? На сколько они летают? Ну, если на полу, самые последние варианты, по-моему, я видел цифру где-то там 800-900 километров. Окей. Ну, а такие менее продвинутые, это порядка 500 километров. То есть, ну, в общем, идея-то, конечно, хорошая. Почему нет? Правда, здесь сегодня, значит, Совет Безопасности принял новую ядерную доктрину России. Там, значит, всякие громкие слова и запугивание Запада и Украины и Запада. Ну, об этом как-нибудь в другой раз, может быть. Ну, если по телеграфам, то я хочу сказать, что меняет эта новая концепция, новая доктрина, если и прежняя концепция содержала положение, при котором появление на территорию Российской Федерации иностранных войск, уже достаточно оснований для применения ядерного оружия. Разве нет? Ну, примерно так, да. Дело вот в чем, понимаете, не когда и если речь зайдет о принятии решений о применении ядерного оружия, вы что думаете, что будет смотреть, откроет текст доктрины и будет консультироваться? А как у нас тут написано, не будет этого делать. он в лучшем случае позвонит Герасимову и скажет, ну как, как он там, Валерий Васильевич или Василий Валерьевич, не помню уже, ну как, вдарим или не вдарим. Вот, собственно, доктрина будет лежать у него где-нибудь там на столе, пылится, не будет он ее смотреть. Но не об этом речь сейчас. значит, ну, видите, вот здесь, как я понимаю, очень много зависит от Запада. Очень много зависит от Запада, но нужно понимать очень простую вещь, что западные лидеры, западные политики, с одной стороны, они очень сочувствуют Украине, жертву агрессии, раз, это сугубо такая человеческая симпатия, человеческая солидарность, все они люди, все они на стороне жертвы агрессии, и никто не может быть на стороне агрессора, но при этом у них есть свои интересы, свои обязательства, и эти обязательства перед своим собственным населением. Вот демократически избранный лидер некой западной страны, будь то Соединенные Штаты, будь то европейское государство, кто угодно, он ориентируется на свои собственные национальные интересы. И вот это нужно, мне кажется, смотреть на это обстоятельство открытыми глазами. Открытыми глазами. Потому что да, понятно, что поддержка Украины в интересах Запада. Это очевидно. Украина является таким форпостом, стратегическим форпостом, который серьезно ограничивает возможности России двигаться, значит, вторгаться в Европу, врываться в Европу. Это правда. И это все прекрасно понимают. Но есть и другие соображения, которые, грубо говоря, сводятся к очень простой формуле. Мы не должны позволить Украине проиграть, но и мы не должны позволить России быть побежденной, потому что там могут либо сдуру Путин решит использовать ядерное оружие, либо Россия распадется, либо там еще произойдет непонятно что. А вот эта неопределенность, она Запад очень пугает. Поэтому вот это объективная реальность. Мы из этого никуда, из этой объективной реальности мы никуда не выскочим. Ни мы, ни Украина при всей симпатии, при всей солидарности, при всем отношении к Украине как сугубо к стране, борющейся за свое выживание от чудовищно злобного врага. Чудовищно злобного врага. Но при этом у западных лидеров свои интересы. А при этом есть разные западные лидеры. Мы не знаем, как будет действовать Трамп в случае, если вдруг он одержит победу. Мы этого не знаем. Да я думаю, что и сам Трамп этого не знает. Почему-то мне так кажется, что он не слишком задумывается на тему о том, как действовать в условиях, если он вдруг окажется в Белом доме по отношению к Украине. Его заботят другие моменты. его заботит сейчас предвыборная борьба, его собственные соратники говорят, вы, мистер Трамп, мистер президент, потому что экс-президент, его полагается называть президентом. Вы допускаете ошибки некоторые, вот надо бы вам где-то так подправить вашу предвыборную стратегию, ну и так далее и тому подобное. В общем, Трампу и его людям не до Украины. Это понятно. Что он будет делать после прихода к власти и если придет, мы не знаем. что будет делать Харрис, если она побеждает? Вероятность этого, наверное, больше, чем у Трампа. Но, тем не менее, мы тоже не, мы предполагаем, что будет определенная преемственность в политике. Это понятно, потому что люди, которые определяют политику демпартии, а это известные люди, это Барак Обама, это Чита Клинтонов, это целый ряд других видных деятелей, бывших президентов и, так сказать, бывших руководителей внешней политики и так далее и так далее. Их взгляды, в общем, не особенно меняются. Да, есть вот эта вот, как мне кажется, сугубо личная позиция Байдена. Нет, мы не будем давать разрешение на использование по всей, на полную дальность наших вооружений в Украине. Почему? Ну, а вот я так сказал и так оно и будет. Я не исключаю, что что-то в этом духе, значит, вот примерно в таком духе Байден размышляет. Потому что все ведь, вроде бы, все говорят, а вот мы уже приняли решение, мы уже вот такое разрешение изготовлено, оно подготовлено. Да, я, если позволите, вот сейчас мы покажем на экране, ну, информация, понятно, это Москва Таймс, она цитирует Ассоциейт Пресс, это сегодня вышла информация 9 часов назад о том, что Трамп отказался встречаться с Зеленским для обсуждения плана победы, ну, цитируется Ассоциейт Пресс, 6 часов назад обновлено. Дональд Трамп не планирует встречаться с президентом Владимиром Зеленским сообщает Ассоциейт Пресс и Россия нельзя победить, а демократы поддерживают Украину оружием. Все делают неправильно, в очередной раз заявил кандидат в президенты от республиканцев. Представлять свой план победы украинскому лидеру теперь придется только Джо Байден и Камале Харрис. Как сказал Ассоциейт Пресс, представитель избирательного штаба Трамп, тот не будет встречаться на этой неделе с Зеленским, который прилетел в США для участия генерального Ассамблея ООН, встреча с руководством США и обоими кандидатами в президент. По словам источника, агентство встречи с Зеленским не запланировано. Украинский президент между тем на прошлой неделе заявлял, что планирует встретиться в том числе и с Трампом. В четверг Зеленского примут Джо Байден кандидат в президенты Камала Харрис. Обращаясь во вторник к Генеральной Ассамблее ООН, Байден заявил, что развязанная Владимиром Путина война не достигла своей главной цели. Он намеревался уничтожить Украину, но она еще и свобода. Байден призвал ООН поддерживать Украину, пока она не завоюет справедливый и прочный мир. Ну, дальше уже... Да, вот США нужно выбираться из российско-украинской войны. У Белого дома нет плана, как это сделать, заявил Трамп. Во время выступления в Джорджии Байден и Камала втянули нас в эту войну в Украине, а теперь не могут из нее выбраться. Как это в реальности можно сделать, Трамп в чьи раз не пояснил. Он же сказал, что Россия бьется в войнах до конца. Как мне тут кто-то на днях сказал, они побили Гитлера, побили Наполеона. Вот что они делают. Они сражаются, и это неприятно. Судя по высказываниям, никто не сказал Трампу, что Россия проиграла Крымско-Русско-Японскую и Первом ворове и Афганских воинов. Цитирует автор статьи, но это уже не важно. Главное, что мы прочитали информацию. То есть получается, что Трамп этим отказом, а за полтора оставшихся месяцев до выборов уже возможности пообщаться с Зеленским, ну точно у Трампа уже не будет. Но он демонстративно этим жестом продемонстрировал игнорирование, ну и добавив на этих митингах, собственно говоря, добавок к своей позиции о том, что втягивание в войну было ошибкой и так далее, и так далее. То есть, ну такое. Знаете, у нас здесь есть те, кто, в общем, симпатизирует Трампу, живущие в Америке, там русскоязычная часть, может быть, украинцы, какие-то я не знаю, вряд ли, наверное, украинцы это чувствуют, но они утверждают совершенно обратно, потому что вопрос о Трампе, он ключевой, потому что можно поддерживать его, исходя из внутреполитических аспектов жизни в Соединенных Штатах, и тут мы не влезаем даже вопрос с мигрантами, Обама Кейра, это не наш вопрос. Но мы как раз исходим из трактовок, которые имеем в связи его выступлениями и его позицией по поводу войны в Украине, отношения к Москве и так далее, и так далее. И вот тут как бы все больше определяется. Я вот сам в Калифорнии был в момент 10 сентября, когда шли дебаты между Трампом и Камалой Харрис. И там тоже, видите, фактически более ясно вышел из Камала Харрис, который сказал, да, надо поддерживать Украину, а Трамп уклонился от прямого согласия с этой позицией, от прямой поддержки Украины. То есть это вкупе со всем, что мы сейчас наблюдаем, но в общем свидетельствует, что Трамп явно не расположен поддерживать Украину, понимаете. Нету такого намерения у него. То есть вот все, что мы до этого говорили и предполагали, что он маневрирует с тем, чтобы не растерять голоса тех республиканцев и тех своих сторонников, которые Украина поддерживает, а фактически его позиция она такая же, как у кандидата в вице-президенты Вэнса, его сына, ну и так далее. То есть все это не с потолка сошлось, понимаете. Вот о чем мы говорим. Ну, можно, знаете, можно сказать только одно. Если Трамп побеждит и если он будет действительно реализовывать вот эту концепцию, а что значит реализовывать концепцию? Свои взгляды. Прекратить оружие поставлять Украине. Получается-то так по этой логике? Ну да, значит, он прекратит помощь Украине. Да, это крайне опасная история, но Украина может потерять много территорий, но я не думаю, что это, учитывая позицию Европы, учитывая позицию целого ряда других сил, я, честно говоря, не думаю, что это приведет к поражению Украины, но, видите, тут ведь нужно иметь в виду, во-первых, это предвыборное заявление, раз. Ну, это понятно. Если говорить о плане Венса, план Венса тоже очень интересный. Там сказано, что должна быть демилитаризованная зона между Россией и Украиной, то есть на территории России, на территории Украины, демилитаризованная зона, и, да, Украина должна быть нейтральной. Что такое нейтралитет, тоже, кстати, никто не понимает, потому что есть самые разные модели нейтралитета. Если речь идет об отказе от вступления в НАТО, ну, вот Украина нейтральна, она не вступает в НАТО. Либо речь идет о том, что Украина не имеет права вообще заключать какие-то оборонительные и военные соглашения с другими странами. Но Москва именно этого требует. Она же и демилитаризацию эту предполагает. Ну, Москва требует еще и демилитаризации, да. Но, видите, кто сказал, что другие страны, ну, скажем, Польша или какие-то европейские государства будут идти навстречу требованиям Москвы. Этого никто не говорит. В общем, может оказаться очень серьезная и очень запутанная ситуация. И один из вариантов того, чем она может завершиться, она может завершиться созданием ядерного оружия в целого ряда европейских государств. Ну, конечно, и Украина в том числе, кстати. И Украина в том числе. Да, если нас демилитаризуют путем прекращения поставок вооружения, а что останется Украине, кроме как создать эту грязную бомбу и уже ее показать на витрине и сказать, ну, если так, то, значит, все сгорели. Ну, вот, понимаете, нет, вакуума безопасности быть не может. Если Украину лишат американского оружия, значит, она будет создавать какие-то свои собственные системы ядерные. Ну, конечно. Другого нет. Другого нет, но и в отношении. который обеспечит ей безопасность. Хочет этого, хотят этого Соединенные Штаты, хочет этого Трампа, а Бог его знает. Ну, может, ну, тогда получит по полной. Вот своих, в том числе от своих соратников. Я так думаю. Почему-то мне так кажется. Ну, понимаете, мы можем долго на эту тему рассуждать. Понятно, что приход к власти Трампа будет для Украины неприятным. Да, это уже очень важно. А вот насколько неприятным и в какой именно в каком направлении неприятным, это надо будет этому и посмотрим. Ну, да. Ну, для нас важно вот именно так подытожить, поскольку все многое решится, скажем, с выборами Соединенных Штатов в начале ноября, если, соответственно, исход будет, допустим, победит Харрис, мы более-менее понимаем, что будет происходить, будет приблизительно так же, как сейчас, но с возможной некой интенсивностью повышающейся, энергии больше. Камала Харрис моложе Байдена там на 20, почти на четверть века. Да, значит, у нее первый срок, вот, для нее важно что-то продемонстрировать, другое, ну, какой-то шанс есть. Тем более, у нее в Совете ходит некий Гордон по национальной безопасности, когда она и планирует поставить вместо Салливана на позицию Совета по национальной безопасности уже президента, настроен он более антироссийский, проукраинский, значит, в этом есть некая предпосылка для усиления позиции США и ее более такой резкой, так сказать, позиции, да, в сторону резкой позиции. Вот, это один из вариантов. И приход Трампа, который вот, собственно, сейчас публичными своими заявлениями определенным образом очерчивает, пусть и продолжает туман сохранять на этом потенциальном плане или там алгоритме действий, который он хочет предпринимать для достижения мира. Но более определенный, он другой, это явно другой план, потому что в центре его именно достижения мира фактически любой ценой, даже ценой Украины. Вот, потому что вот, исходя из его слов, мы можем это именно так трактовать. Вот, но посмотрим, как будет развиваться ситуация, остается не так много времени, и определенность возникнет уже в начале ноября, и, возможно, все остальные вопросы, которые сейчас висят в воздухе, и в связи с этим планом победы, и другими, они будут актуализированы сразу после определенного исхода выборов в начале ноября в Соединенных Штатах. Ну что же, мы 59, почти час в эфире минут были, и 23 тысячи с половиной нас смотрят, 9 тысяч зрителей поставили свои лайки, мы благодарим, во-первых, Юрия Евгеньевича за то, что он к нам сегодня пришел и рассказал подробно о этой ситуации, на фронте поделился своим мнением, благодарим всех зрителей, что вы были с нами, просьба большая к вам, ссылки на этот эфир, разместить своих аккаунтов в социальных сетях и группах, обязательно поставить лайки и подписаться, подписаться на канал Фейгинга. Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное, ну скоро увидимся, посмотрим, как будет развиваться события. Спасибо вам, ну, до встречи, да, события развиваются так, что приходится встречаться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова